Здравствуйте! Поговорим о том, о снастях для черноморского саргана. Вообще изначально снасть предполагалась для ловли дальневосточной корюшки, но как оказалось, помимо дальневосточной корюшки, прекрасно ловятся и другие рыбы. Недавно наша сторона стала больше, но и заказов на моем сайте улов-припай.ру стало тоже больше. Чтобы связать снасть, на которую, как мне пишут по отчетам из Крыма и Сочи, сарган клюется как сумасшедший, нам нужен крючок сахалинский стример. Вот он, посеребренный, то есть он не боится морской воды, очень прочный. Я на него у себя на Дальнем Востоке ловлю помимо корюшку еще лосося, включая семью и горбушу. То есть там некоторые ловили даже кирича. То есть это очень крупная, очень сильная рыба, весом до 5 кг, даже иногда выше. Вот он, длинный, тонкий, ломанный, как бы с колечком, посеребленный. Морской воды не боится. Основу наших этих мушек является Брайт Гадлайнер. Вот он. Брайт – это такой люликс переплетенный, ну, между собой. И его иногда еще называют тесьма, можно называть шнурком, ну, как угодно. Смысл такой, что вот видите, вот он шнурок, вот он, как бы вот такой вот переливающийся. Наиболее, что и удивительно, наиболее уловистыми цветами являются два цвета. Вот он, цвет бриллиант, вот он, видите, который белый блестит. И цвет гренландский. На гренландский немного получше клюет. Также хорошо клюет на фиолетовый, серебряный и голубой. Ну, типовая мушка, в принципе, я ничего нового не изобрел. Просто типовая мушка из хороших материалов. У меня на сайте есть аналоги этих Брайдов. Вот, допустим, американский Брайд. Но, кто ловил, сказали, верните шведский. Пофигу, что он в три раза дороже, зато он в десять раз, как бы, лучше рыба ловится. Для этого, чтобы связать типовую мушку с органом, ну, какая-то имитация у малька. То есть, мы можем мальок не только имитировать, как бы, ну, там, блесной или воблером, ну, просто мушкой. Так, ну, типовой стример. Нам нужен крючок с длинным цевьем. Вот, сахалинский стример разрабатываем. Теперь, смотрите, вот в дальнем, в дальнем, в дальнем углу от колечка, ближе к жалову, мы делаем монтажный узел. Наматываю одну леску на другую. Если у вас нету таких тесочков, вот, для нахлыста, можно использовать обычные тесочки. Связали. Закрепили. То есть, когда наматывайте, главное, чтобы ниточка, вот эта монтажная, ложилась одна на другую. И вот, мы дергаем, она не разматывается. Потом у нас, вот, берем, прикладываем, вот так вот, этот, как его, брать, чтобы кончик его шел дальше чуть-чуть. Это, как бы, будет хвостик рыбки. Вот, закрепили. Вот это у нас получился хвостик рыбки. Он, видите, не закреплен. В дальнейшем он распушится, и только будет сильнее привлекать рыбу. Дальше мы что сделали? Вот, спустили эту монтажную нить ближе к колечку. И потом бинтом по телу формируем, ну, брайдом, так как использую его как бинт, по телу формируем тело малька. Всё. Вот, получилось тело малька, которое, по отзывам черноморских рыбаков, на которых сарган, луфаль, клюет, как сумасшедший. Ее, мне нужно, шляп, а вот они упали. Отрезаем лишнее, формируем головку малька. Малька. Можем, я бы вам рекомендовал, если это не для кожушки, а для луфаря, как бы вот это, допустим, использовать красную ниточку, допустим. Всё это, все эти мушки, а также комплектующие к ним, а также сами самодуры, продаются на нашем сайте Лофтер и Априпай, который специально разработан для рыбаков, которые живут возле моря, и которым, как бы, те снасти, которые продаются в московских и питерских магазинах, скажем, на какой-нибудь плотву, глища или карася, это не совсем подходит. А вот кто хочет укладывать много на муху, вернее, на море, вот для них это, кстати, сутки. Вот прекрасно ловят корюшку, мелкого лосося. Ну, как сказали, сарган вот в этом цвете и в цвете бриллиант. Вот он, цвет бриллиант, клюёт как сумасшедший. Страна стала больше, но люди радуются, что теперь имеют возможность покупать товары высокого качества на российских интернет-магазинах. В частности, на моём. До свидания. Продолжение следует...